Доброе утро, все мои дорогие! Сегодня девчата у нас в нашем меню домашнем будут голубцы. Я их несколько раз снимала, но так как чем живу, тем и делюсь, девчата. Хотела сразу сказать, почему я пронумеровываю видео свои. Потому что в моих видео вся моя жизнь. И если вас что-то интересует, надо их всё подряд смотреть. Тема переходит из одной в другую, и поэтому, чтобы понять, надо их все просмотреть. Девчата, ещё просмотрите видео до конца. Не смотрите кусочками, а потом начинайте задавать вопросы именно тот же вопрос, что я озвучила в этом видео. Прокрутите мои видео до конца, поддержите мой канал. Если вам я интересна, конечно. Девчата, что у меня, вот почему я зимой не очень легко готовить. Все овощи, те, которые меня давно смотрят, знают, что все овощи я закупаю в октябре, в конце октября. Или в начале ноября, по молдавскому климату. Я покупаю картошку, морковку или морковку и лучок. Там капусту солю. Всё это есть у меня на видео. И вот в это время, когда уже лук начинает прорастать, я выбираю тот, который пускает уже вот так вот хвостик. И режу, девчата, чищу. Режу мелко, кубиками. И ставлю в морозилку. Вот у меня уже лук нарезанный. И если я хочу сделать голубцы, я это употребляю в голубцах или в такой пище, где идёт много лука. И мне удобно. Я достала, кинула даже в замороженном виде. Он начинает потом жариться, тушиться. Вот что я приготовила на свои голубцы. Если вы хотите вкусные голубцы, значит, сколько лука, а его много, столько же морковки, девчата. У меня немного меньше сегодня. Добавьте морковки побольше. Хотите вкусные и мягкие голубчики, значит, добавляйте много овощей. И столько же мяса. Вот сколько лука, столько морковки и такой же пакет мяса, фарша должно быть. И ещё чем мне удобно делать голубцы зимой, девчата. Я солю капусту. Если... головками. У меня голубцы идут только с солёной кислой капустой. Как солить головками? У меня уже два видео. В каждую осень я вам снимаю. Откройте мои видео, и вы там увидите. Это так просто. Кидаете свои головки в бак. Наливаете холодной воды, разбавленной солью. Два стака соли на ведро воды. И вот эту вот рапу заливаете сверху. И всё, девчата. И зимой вы достаете вот эти вот головки. И я, когда уже становится тепло или теплее, вот эта юшка сверху начинает покрываться плесенью. Я не оставляю, чтобы плесень появилась. Я сразу, девчата, беру вот эти головки и начинаю делать... Вот, поправляю свою прическу. Сегодня утром не скупалась. Просто высушила феном вот так вот голову. Для чего вот такая короткая стрижка? Мне она очень удобная. Мне не надо заморачиваться. Я скупалась, феном вот так вот просушила, и я уже красавица. Девчата, что я делаю вот зимой с этими головками капусты, которые уже там невозможно в баке оставлять? Я их достаю и делаю листочки. Делаю одни листочки, но достаю их из этой рапы. Эти головки надо продержать часа три в чистой холодной воде. Периодически менять вот эту воду, чтобы вытащить из этих листочков лишнюю соль и лишнюю кислоту, девчата. Но пробуйте, чтобы она не осталась безвкусная. Она должна остаться кисленькая. Девчата, вот такие вот у меня лежат вот тут вот листочки. Это листочки уже готовые. Я их достаю, вот так вот оставляю с вечера до утра в холодильнике. Они размораживаются на медленной разморозке. И обратите внимание, какой тут лист. Вот, ну прозрачный лист. Вот, смотрите, прозрачный тонкий лист, что пальцы прозрачиваются, просвечиваются. Девчата, и мне вот так готовить очень удобно. Что мы делаем? Наливаем масло. Вот видите, сколько у меня тут масла? Оно почти всё уйдёт на мою порцию голубцов. Ещё что я забыла сказать. Вот покупаю рис, где написано для голубцов. Орис пентрус армали. Это на молдавском или на румынском. Для голубцов. Или круглый краснодарский. Девчата, хотите хорошие голубцы? Делайте из краснодарского, крупного, круглого. Круглый краснодарский лист. Вот этот идёт на голубцы. Наливайте много масла. Это масло у вас останется, девчата, в казане. Я яйца варю в казане. Вот посмотрите, сколько я налила масла. И я посмотрю потом по консистенции. Когда я всё потушу, когда я начинаю вот это всё мешать, если мне кажется, что там мало жира, я добавляю сырое масло вот туда, вот в эту крупу. Заворачиваю эти голубцы. Морковку, девчата, трём через тёрку, на крупную тёрку. Лук у нас уже порезанный. Сейчас я включу эту плитку. Всё, я плитку включила. Когда прогреется масло, высыплю туда вот этот лук, протру вот эту морковку туда, и под крышечкой, пусть оно не жарится, а тушится, становится мягким. И только тогда начинаем всё вот это вот размешивать. Если у вас есть ложка томата или томатной пасты, тоже немножко на растительном масле прожаривайте. Или делайте дырочку вот там, где у вас тушатся эти овощи. Сделайте место на дне казана, киньте туда ложечку томата, и пусть оно тоже чуть-чуть прожарится. Это даст и цвет, и вкус очень хороший вашим голубцам. Они не будут приторные, вот такие безвкусные. Мои хорошие, хочу вам показать. Вот, вот у меня пакет с фаршем. Вот такой, вот такой вот пакет огромный с фаршем. И вот такой пакет лука. Если вы возьмёте, я вам повторяю, сколько лука, столько фарша, столько же морковки, у вас исключительные голубцы будут. И туда стакан риса сырого. Не ставьте больше. Чем меньше риса, тем вкуснее голубцы. Лучок, девчонки, у меня уже там жарится. И вот такая порция морковки. Можете ещё одну добавить. Я люблю морковки много. Молдавские голубцы идут с морковкой. И они делают голубцы очень, такие очень вкусненькие. Я думаю, что вам понравится. Добавляем вот сюда вот. У меня лучок уже минут пять как тушится. Так как он ещё был замороженный, он сразу тает и начинает там потушиваться. Он мне не нужен жареный. Он мне нужен именно мягкий. Вот так вот пол казана у меня в овощах. И у меня ещё вот, девчонки, нету томата, но у меня есть салат из помидор, который я делала летом. Не прошлым летом, прошлым летом я была на работе в Германии. Но я позапрошлом году сделала так много, что у меня вот сохранились банки. И что я делаю? Я открываю, немножко наливаю вот в эту вот, в эти овощи, чтобы они всё потушились, и вот эти запахи между собой смешались. И ещё вот этим томатным соком я наливаю сверху на голубцы. И у меня там ещё осталась пол-литровая баночка бульёв. Я беру несколько листочков лаврушки, вот лаврового листа, и кидаю их вот сюда, вот на дне казана. Дальше, для того, чтобы наши голубцы не прилипали к этому казанчику, раньше, если у нас нет капусты, значит, я оставила блюдечко, маленькое блюдечко вот туда. Но когда у меня после зимы есть вот такая, это отходы от тех листочков. Я режу листочки, ставлю в контейнер, а отходы с рассолом ставлю вот так вот в банки. И на дне казана вот так вот беру, и без юшки, юшка нам тут не нужна, я и так вот отжимаю, хорошо-хорошо, и кидаю вот эти вот листочки, я кидаю вот сюда, вот на дне казана. Для чего, девчата? Для того, чтобы наши голубцы не прилипали ко дну казана. Мы же мало воды наливаем. Вы не торопитесь наливать воду. Никогда много воды. Наверное, на эту порцию у меня уйдёт максимум полтора стакана юж. Что я сейчас делаю? Обязательно, девчонки, перчик, чёрный перчик. Перчик молотый, на ваш вкус, как любят ваши дети. У меня не сильно любят перчёные. И, девчонки, соль. Вот. Солим, но надо быть осторожным. С такой вот капусточкой надо быть осторожной, потому что сама капуста уже имеет кислоту и соль. Только размешаю вот эти вот крупы всё вместе. Девчата, всё, я уже всё смешала. Рис тут, стакан риса. Вот так, девчата, беру лист вот этой капусты и хаотично их заворачиваю. Я не слежу, чтобы они были конкретной какой-то формы. Вот так вот, как вы заворачиваете пакетики вот такие вот для конфет. Помните, как из бумаги заворачивали нам конвертик? И вот такой вот получается голубец. Вот такой. У меня Настя их делает очень маленькие. Маленькие-маленькие. А я делаю большие, девчата. У меня нету сил заворачивать мелкие голубцы. Вот так вот заворачивая конвертиком и всё. Или пакетиком, как его называть. Вот как нам делали пакеты бумажные. Помните эти рулоны коричневой бумаги? Вот такие вот голубчики. И я их ставлю друг за дружкой. И обязательно, девчата. Вот даже вот такой вот большой лист. Он настолько тонкий, что пускай лучше будет хорошо завёрнутая. Нет, девчата. Это очень большой. Вот я уже наглею. Я уже наглею. Настя меня ругает. Сделай мелкие. Сделай мелкие. Хозяйки у нас, молдаванки, тут только мелкие делают. А я делаю покрупнее. Вот так. Самое главное, что они держатся. Вот этот рис, когда напухнет мяско, всё это прилипнет друг к другу. Вот так вот. Вот так складываю. И вот так начинаю заворачивать. Вот так. Если много этой положили, то немножко откиньте обратно. И сверните вот такой вот камень. Я сегодня вам не буду выкладывать. Я хочу снять видео и выложить в YouTube. Девчата, я обратила внимание, что если я до 12 выкладываю, наверное, вот многие смотрят меня на работе. Я так думаю. В обед, в обеденный перерыв. Да у нас ещё разница во времени. Если я по моему времени выкладываю до 12, меня больше смотрят. А мне нужно развивать свой канал. Просмотрите мои видео. И старые. В них есть в каждом видео. Есть какая-то информация. Девчата, я соберу свои голубцы дальше. Мне в прошлом видео женщина написала, что она, по-моему, работает в оптике. И вот она видит меня в других очках. И говорит мне, возьмите себе узкие очки. Я хочу показать, что узкие очки у меня есть. Вот у меня есть вот такие вот дорожные очки. Вот такие. Вот с таким вот футляром. Я их купила в Германии. Они обычные. Они пластмассовые. Вот так вот. И вот хочу их одеть. Вот, посмотрите. Просто они беленькие. Я такие нашла. И вы потом мне скажите, мне лучше с такой оправой или лучше вот с этой большой оправой. Я жду ваших комментариев. Девчата, как всегда, с вами ваша Марина. Темки-темки. Обожаю, обнимаю. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. У меня в каждом видео есть и болталки, и готовка, и быт, и всё. Что-то поучительное. Кому я не нравлюсь, не стойте на моём канале. Не пишите гадости. Просто выходите. Я позитивная. Канал у меня позитивный. Всех целую. Всех обнимаю. Пока-пока.